МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телеканал ТВ-21 плюс продолжает работу в эфире. Вы смотрите новости в студии Анастасия Семенова. Начнем выпуск с чрезвычайного происшествия. Вечером 11 июля спасателям пришлось эвакуировать более 60 человек из четырехэтажного дома на улице Ленина в Кавдоре. На крыше и в подвале здание бушевал огонь. На месте происшествия работали 6 пожарных подразделений, 43 человека и 11 машин. По информации МЧС, в результате пожара сгорела и обрушилась кровля площадью более 500 квадратных метров. Большинство пострадавших жителей дома провели ночь у родственников и знакомых. 9 человек временно разместили в профилактории Кавдорский. Причины пожара и ущерб еще предстоит выяснить. Одна из версий – умышленный поджог. Сейчас в Кавдоре работает горячая линия для пострадавших от пожара, телефон которой вы видите на экране. К слову, в Мурманской области в этом году ликвидированы 26 лесных пожаров. Только за последнюю неделю произошло 7 возгораний. В регионе сохраняется высокая пожарная опасность. Свежую статистику опубликовали и заполярные полицейские. Судя по цифрам, криминогенная обстановка в регионе в последнее время улучшается. За 6 месяцев этого года в Мурманской области было зарегистрировано около 6 тысяч преступлений. Большинство из них относятся к кражам, мошенничеству и незаконному обороту наркотиков. Снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. А вот число людей, здоровью которых нанесли вред, наоборот возросло. Как сообщают правоохранительные органы, более половины преступлений совершено рецидивистами, каждая четвертая в состоянии алкогольного опьянения. К концу 2022 года в России должны вступить в силу новые законы, которые ужесточат административную ответственность для хозяев домашних животных. До 30 тысяч рублей придется заплатить тем, кто выставил своего питомца на улицу. А если собака покусает человека, штраф может дойти и до 200 тысяч. Такую же сумму заплатят и должностные лица, которые не будут стараться решить проблему бродячих животных. А вот чиновники, которые не только закрывают глаза на проблемы, но и делают это за деньги, ответственность несут в рамках уже уголовного кодекса. Начальнику Мурманска Автодора предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас в офисах ведомства проводятся обыски. По данным следствия, чиновник потребовал от руководителя одной из подрядных организаций более 4 миллионов рублей за то, что закроет глаза на недостатки на объекте и примет работы. 9 июля обвиняемый получил требуемую сумму, после чего к нему в дверь постучались оперативники ФСБ. Ближайшие два месяца начальник Мурманска Автодора проведет под стражей. Расследование продолжится. Ремонты дорог в Мурманске продолжаются. И на большинстве объектов за сроками и качеством работ следят строго. В рамках национального проекта безопасные и качественные дороги уже удалось досрочно закончить 7 участков из 29 запланированных. Еще один на улице Лобова находится на стадии завершения. Экспертную оценку он прошел, но у проверяющих все равно появились вопросы к подрядчику. Участок дороги на улице Лобова, где сейчас ведутся работы, хоть и небольшой, но важный. Рядом находится вечерняя спортивная школа, а также центр патриотического воспитания. И добираться до занятий станет намного удобнее, когда здесь появится тротуар и приведут в порядок проезжую часть. Объемы по 100% по бордерному камню, по тротуару, по первому слой все сделано. По данному контракту до конца августа, точнее, обязан все сделать. Но на самом деле здесь осталось только положить верхний слой. То есть на 70% объект готов. Если с этим участком подрядчик справляется, то вот к другим его объектам у руководства города есть претензии. Исправить недочеты исполнитель должен в течение ближайших двух недель. Или ему придется искать другие заказы. Александра Пескова, Татьяна Лежняк, ТВ21+. Все начинается с Тальмана. В производственном цикле мурманского транспортного филиала компании «Норникель» эту должность занимают ответственные люди, готовые к тяжелой физической и умственной работе. Светлата Симущук – одна из них. В рамках нашего проекта «Мастера» она поделилась секретами совмещения рабочих будней и целого списка необычных хобби. Выгрузка и загрузка огромных пароходов, соблюдение правил складирования, заполнение документов и контроль работы докеров – все это находится в руках хрупкой, на первый взгляд, Светланы Симущук. Ответственная должность Тальмана заставляет всегда быть настороже. Не заметить маленького человека, вводящего в планшет данные контейнеров, очень просто. Терминал – это место очень опасное. Нужно смотреть на все 360 градусов, выполнять свою серьезную ответственную работу, но не забывать о безопасности своей и окружающих. Коннект обязательно должен быть между Тальманом и Докером, потому что это основополагающее в нашей работе. В Норильском «Никеле» особенно, да, все должны работать в общей связке. Бросить себе вызов и с головой окунуться в незнакомую сферу женщина решила 4 года назад. До этого почти 25 лет она трудилась в торговле, участвовала в открытии первых джинсовых магазинов «Мурманский» и наряжала горожан в брендовые вещи. Но у женской половины семьи Светланы риск в крови. Бабушка управляла грузовиками во время войны, а мама работала в рыбном порту крановщиком. Вот и Светлана, когда закрылся ее бизнес, не отчаялась, обучилась и уверенно грузит «Медный штейн» из Манчегорска. Хотя ее первые смены были очень нервными. В 51 год сохранить внутреннего ребенка и интерес к жизни ей помогает множество хобби. Вязание, кулинария, йога, а еще плавание и сноубординг. Коллеги ее поддерживают. Командой они отправлялись на соревнования в Сочи и Красноярск. На ноги продолжить спуск. Светлана Симощук. Женщина уже втянула в активный образ жизни родных, а список увлечений продолжает пополняться. Я сейчас немножечко так увлеклась роликами. За стороны, наверное, сводится комично. Тетенька смешная учится на роликах кататься. Но меня все подбадривают. Даже на лавочках бывают пенсионерки сидят. О, ты какая молодец! Давай-давай, только береги, нам надо себя беречь. Светлана – обладательница почетного звания Тальман Года и наставник для менее опытных коллег. Под ее руководством в конкурсе лучшей по профессии, проводимом предприятием, победу одержала ее ученица. Я с удовольствием научу молодых и пропущу их вперед. Потому что молодые должны сталировать. А мы их подбадриваем, поддерживаем. Светлана настроена и в будущем приносить пользу своему транспортному филиалу, осваивать новые рабочие программы и заявляться в спортивные сборные. Главное – не стоять на месте и смело смотреть в глаза новому опыту. Евгения Гречуха, Павел Третьяков, Андрей Бричко, ТВ21+. К слову, в предстоящие выходные наша страна отметит День Металлурга. Для Мурманской области этот профессиональный праздник особый. Ведь металлургическая отрасль – одна из основных в нашем регионе. Накануне праздника лучших работников Кольской ГМК чевствовали в Манчегорске. Приятная музыка вместо производственного шума, яркий свет софитов и костюмы с платьями вместо рабочей одежды. К такой торжественной обстановке металлурги не очень привыкли. Настрой серьезный, волнуется перед выходом на сцену. Компания попала случайно, пришла вообще подсобым рабочим на летний период времени и осталась. Ну, неожиданно. Вот правда. Я всегда говорю, что есть кто-то более опытный, кто-то более, может, интересный. Но приятно. Лаборант химического анализа контрольно-аналитического центра Кольской ГМК Вероника Талочкина приехала на север из Башкирии. По распределению тоже думала на чуть-чуть, а теперь удостоена почетного звания заслуженный работник Кольской ГМК. Геннадий, я поздравляю вас с праздником. Эти громкие амбонисменты звучат сегодня в Вашей Азии. С полной уверенностью, что я вот три года отработаю и уеду отсюда. Но судьба распорядилась иначе. И вот уже 36 лет на севере и в компании. Пока есть такие самоопреженные и заслуженные члены нашего коллектива, профессионалы в своем деле. Я уверен, что у нашей компании есть большое будущее, большие перспективы и уверенность к завтрашнему дню. 16 работников компании в этом году удостоены высоких званий и почетных грамот от Министерства промышленности и торговли России. В компанию пришел после армии в 80-м году еще. Отец работал. Естественно, сам пошел туда, в цех. С тех пор и работаю. Коллектив хороший, с коллективом повезло, с начальством. Работать приятно с ними. В компании можно все. Можно очень полезно трудиться, можно участвовать в разных проектах, можно отдыхать с пользой для города и для компании. То есть можно практически все. Поэтому в Кольской работать очень приятно. Всего за мастерство, ответственность и профессионализм наградами разного уровня отмечено более 300 сотрудников Кольской ГМК, компаний «Кола-Быт» и «Печенгострой». Сегодня компания успешно развивается. И самое главное, что, несмотря на внешние факторы, внешние ограничения, реализует все свои инвестиционные планы. И буквально недавно мы подписали на Петербургском экономическом форуме соглашение о запуске строительства нового суперсовременного металлургического завода в городе Манчегорск. Одновременно с этим и строительство нового большого микрорайона современного для жителей Манчегорска, для сотрудников компании. Поэтому я всех металлургов поздравляю с праздником. Всем семьям желаю здоровья, позитива и, конечно, реальной такой веры в будущее. Торжества, посвященные Дню Компании Норникеля, Дню Металлурга, продолжатся в Манчегорске в предстоящие выходные. Запланированные спортивные программы, народные гуляния и концерты. Петр Широбоков, Татьяна Лежняк, Николай Яблоков, ТВ21+, Манчегорск. Талантливые школьники со всей страны в компании ученых отправились на Крайний Север, чтобы лучше узнать Арктику, новых людей и себя. Ледокол знаний, он же атомный ледокол «50 лет победы» отбыл из Мурманска на Северный полюс. Руслан Сасов на Северном полюсе был больше полусотни раз и матросом, и старпомом, и капитаном. Но этот рейс особенный. Я счастлив, что моей команде и мне, и моему ледоколу доверили такое важное мероприятие, детский рейс детей, которые выиграли в конкурсе «Ледокол знаний» покорить Северный полюс. Судно дойдет до точки назначения, обогнет землю Франца Иосифа и вернется в Мурманск, предположительно, 17 июля. Корреспонденты ТВ21 обязательно будут встречать молодой экипаж на причале. И мы узнаем, оправдались ли надежды ребят на это путешествие. Например, Аксения Елецкая поставила себе очень высокую планку. Ожидания от самой экспедиции у меня очень большие. Я составила целый список из того, что я здесь должна сделать. Во-первых, это выступить на самом северном музыкальном конкурсе «Арктиковидение» с моей собственной песней «Ледоколе знаний». Я собираюсь исполнить ее и сыграть на гитаре. Во-вторых, я хочу снять влог на английском языке, потому что все, кто приезжает сюда, снимают на русском. Но я считаю, что жители всех стран мира должны узнать о том, что у нас такое в России существует, о том, что проходят такие конкурсы и о том, что такие дети, как мы, могут в них попасть. Эта неделя на борту вовсе не каникулы. Праздно любоваться красотами никто не будет. Блогеры, метеорологи и журналисты подготовили для школьников насыщенную программу. По возвращении они создадут семь арт-энд-сайенс объектов. Публики их представят на выставке в Мурманске. Александра Клепцова, ТВ21+. Литры бульона, выступления артистов и народные состязания. В Белокаменке прошел фестиваль «Треска-фест», на котором северяне соревновались в конкурсе на лучшую уху. Блюдо каждой команды попробовала Элина Шагенова. Громко, весело и очень вкусно. Территория у сельского клуба в Белокаменке заполнена людьми. В самом разгаре открытый фестиваль «Треска-фест» и все в ожидании кульминации праздника – конкурса на лучшую уху. С чем у вас уха будет? Треска и окунь. Обычно только так. Эдуард Алексеев и Анатолий Пехотский из Минькина полностью сосредоточились на готовке. Режут, рубят, кипятят и помешивают. Сейчас отвлечься – значит отстать от соперников. Но и вкус ухи от спешки пострадать не должен. Чтобы успеть людей накормить, праздник продолжается, может не целый же день. Поэтому надо успеть ее приготовить для людей. Можно я быстренько вас отвлеку? Расскажите, почему решили принять участие? А у нас в Минькино будет продолжение праздника Дня Рыбака. Сейчас у меня тренировка, завтра я два козла варю. Парни из Минькино – так они назвали свою команду. С двух сторон расположились остальные участники – команда «Белокаменка» и «Гости Белокаменки». Набор продуктов у всех практически одинаковый. Но важную роль играют соотношения ингредиентов. Участники не скупятся и охотно делятся рецептом. Мы ловили ее раньше, у детки, я помню, треску. Там она всегда в печени была, как говорится. И варили с треской, печень тресковая, она была наварившая. Котовка, морковка, лук, как обычно. Пока кулинары колдует над котлами, гости фестиваля участвуют в конкурсах, наслаждаются представлением, покупают свежую рыбу и сувениры на память. Игрушки, авторскую посуду, памятные монетки. «Три, раз, два, шесть!» «Аплодискрым нашим первым участникам!» «Смотри, что у тебя получилось!» «Да!» Не прошло часа, и вот уха подоспела. Чтобы получить свою порцию ароматного супа, нужно отстоять очередь. Но оно того стоило. Разумеется, я не могла уйти, не попробовав все три ухе. Сначала я составлю свой рейтинг, а потом узнаем, какая уха больше всего понравилась гостям. Начнем с команды «Белокаменка». Вкусно, но кажется, как будто бы много соли. Дальше уха команды «Парни из Минькина». Просто, мне кажется, идеальная. Она немного пряная и не такая соленая, как будто бы бульон более насыщенный. И третья команда – гости «Белокаменки». У этого варианта вкус более мягкий. Итак, по моему мнению, первое место занимают «Парни из Минькина». Мое мнение с большинством северянцев впало. По итогам и народного голосования самую вкусную уху сварили «Парни из Минькина». Элина Шегенова, Максим Чинкин, ТВ21+. Эти и другие новости доступны на нашем сайте тройной WTV21.ru и на нашем YouTube-канале. Не забывайте про Viber и WhatsApp. И подписывайтесь на наш телеграм-канал. Телефон редакции для ваших новостей – 400-870. Далее вас ждет прогноз погоды. На юге области, в Кандалакше, во вторник, 12 июля до плюс 23. В Омбе дождливо – плюс 21, плюс 23. В полярных зорях теплее – до плюс 25. В Апатитах – плюс 23, плюс 25 – осадки. В Кировске – около 21. В Кавдоре – дождливо – плюс 23, плюс 25. В Манчегорске – столбик термометра поднимется до плюс 25. В Лавозере – плюс 23, плюс 25 и дождь. В Оленигорске – также дождливо – плюс 23, плюс 25. В Северноморске – в Никеле – плюс 21, плюс 23. В Заполярном – переменная облачность до плюс 23. В Северноморске – временами дождь – плюс 20, плюс 22. В Мурманске – днем во вторник, 12 июля – плюс 20, плюс 22. Это были все новости к этому часу. Всего вам доброго и до встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова